Ситуация в сельском хозяйстве Гагаузии, по словам специалистов, плачевная, так как за последние месяцы осадков практически не было. И чувствуется нехватка влаги. Многие поля были пересеяны трижды. В агрохозяйстве села Баурчи основные площади засеяны озимой пшеницей, ячменём, кукурузой, подсолнечником и льном. Руководитель предприятия Александр Карапиря надеется, что будут дожди. И это позволит получить хороший урожай. «Сходы плачевные, слабые, потому что не было кущения, не было влаги. И из-за этого видим, что есть. Сейчас весной внесли удобрения, листовую подкормку, внесли пестициды. И сейчас уже ждём дождя, ждём осадков, чтобы хоть дал какой-то результат». «100% меньше будет, чем планировалось, но пока рано, думаю, через пару недель больше. Уже будет результат примерный». «Стараемся высевать те засухоустойчивые культуры, которые в нашем регионе пойдут, даже с малым количеством осадков. И надеемся, что хоть что-то возьмём». В этом предприятии используют современные технологии, как ноутил и сеют замещающие культуры. Это позволяет соблюдать севообороты и увеличить урожайность в засушливом климате. Но из-за энергетического и топливного кризиса аграрии сталкиваются с проблемами. «Агрария сталкивается с такими проблемами, что поднялись цены на соляр, на химию, на удобрения. И на сегодняшний день дождей нет. Это первая очередь. Дождей нет. Сейчас дожди нужны, но нет дождей. И урожайность слаба будет». Технический парк сельхоз предприятия села Баурчи, несмотря на все трудности, связанные с подорожанием энергоресурсов и комплектующих, ежегодно обновляется. Марина Топал, Алексей Герчу, ГРТ Новости. Продолжение следует...